Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! У тебя дети не пропадали? И Эцио Аудиторе здесь? Какой приятный сюрприз! А вы должны быть братья Орси! Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, синьора! Мы будем рады отпустить их! За кое-что ценное! За некую карту! И за некое яблоко, брат! Да! И за некое яблоко! Или мне перерезать горло твоим малышам! Негодяи! Думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам! Вам нужны мои дети? Забирайте! Мне есть чем делать новых! Если вдруг передумаешь, то они будут в деревне! За городом! У тебя ровный час! Катерина, нет! Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми! Никто и никем не жертвует! Верни их мне, Эцио! Си! Положись на меня! Яблоко должно остаться в крепости! Охраняй его! Си! А миссия называется Крестный Отец! Спасите детей Катерины! Это цель задания! Я рад вас всех приветствовать на очередном эксперименте, который я снимаю нон-стопом! Меня зовут Зак, а это рубрика эксперимента в легендарнейшей игрушке с названием Assassin's Creed 2! Легендарнейшая игрушка с детства! Assassin's Creed 2! Что ж, и суть сегодняшнего эксперимента! То есть цель задания как бы вот просто спасать детей, да, получается написано «Спасите детей Катерины!» Наша задача всего-навсего спасти детей! Их будет двое, насколько я помню! Миссия называется Крестный Отец! А цель за... не задание, а эксперимента! Суть эксперимента, как бы цель задания я уже озвучил, а цель эксперимента, ну или же суть эксперимента заключается в том, что... Во-первых, как он будет называться? Называться он будет, что будет, если... Ну, как обычно! Мы не успеем спасти детей Екатерины в Assassin's Creed 2. Во-первых, посмотрим, что будет, если мы до миссии заранее спасем ее детей, просто придя в те места, в которых они должны быть. А, вот так вот даже, да? Вот так вот даже. До миссии заранее спасем детей, то есть просто придя в те места, в которых они, по идее, должны быть. Ну а после этого посмотрим, что будет, если их не спасти за 10 минут. Это, видимо, время, которое нам для этого отводят. 10 минут, по всей видимости, 10 минут нам дают. И, по идее, как бы они обещали перерезать им глотки. Я так написал, да? Глотки. И, возможно, нам покажут какую-нибудь секретную сцену. Вот что мы сегодня будем, ребят, экспериментировать. Ну что ж, нам в любом случае придется принять миссию. В любом случае, нам хотя бы разочек придется принять миссию. Написано, вот, братья Орси. Вот эти вот братики, да? Я еще в предыдущих роликах как-то там называл, то не Орси, а как-то по-другому. Забыл как. Ну, короче, неправильно как-то. Не Орси я их называл. Но, в общем, суть, я думаю, вы все равно поняли. Про каких бородков я имею в виду. Нам дают 10 минут, как видите. Что-то как-то небо вообще очень быстро идет, как видите, да? То есть прямо облачка прям. Очень быстро. Прям как будто это не облака, а, я не знаю, вода какая-то. То есть, ручье коды. Тоже как-то вот очень быстро так вот, как волны какие-то передвигаются. Что-то как-то неестественно. Разработчики. Что за халтура такая? Непонятно. Ну ладно, ребят. А, в общем-то, отправляемся. Сейчас нам надо отправиться сначала к первому ребенку. Я так понимаю. Мы запомним место нахождения вот этого ребенка, да? То есть, место вот, в котором он находится. Посмотрим, короче, куда они там припрятали это дитё. Запомним это местечко. Отменим задание, если у нас вообще получится. И уже попробуем, соответственно, перейти в это же местечко, только вне миссии. То есть, до миссии, как бы заранее, что будет, если мы посетим эти места. Да, учитывая опыт предыдущих экспериментов, то есть, мы уже проверяли неоднократно вот что-то подобное, да? Там, например, что будет, если заранее собрать все перья, или ещё мы там что-то проверяли, я уж чётко не помню что, да? То есть, ну, в любом случае, мы уже пробовали что-то заранее до миссии делать, приходить в те или иные места, на которых, по идее, должны появиться те или иные объекты. Сюжетные объекты во время миссии. Мы уже заранее, вроде как, пробовали неоднократно приходить, и ни разу там ничего не обнаруживали. Соответственно, и сейчас, скорее всего, отменив задание, никаких детей вне миссии мы не обнаружим, заранее придя в эти места. Но, ребят, попытка не пытка, это рубрика эксперименты, пока не проверим, не узнаем, и, собственно, именно этому и посвящён сегодняшний ролик. То есть, это же не просто прохождение, ребят, это же не просто прохождение, это рубрика эксперименты. И, соответственно, именно этому, хоть каким бы оно там глупым не было, и какие бы там, какие бы результаты очевидными бы нам не казались, да, вот что будет именно так и никак иначе. В любом случае, это рубрика эксперименты, и эти видео, они посвящены именно тому, что мы и проверяем как раз-таки. То есть, не просто там думаем, как бы было бы, а надеемся на чудо. И проверяем. Не гадаем, ребят, а проверяем. Первый рубёнок у нас находится вот здесь вот. Первое дитё у нас тут находится. Окей, ребят, запоминаем это местечко. Вот оно, это дитё, написано «Спасите Бьянку». Что? Бьянку? Блин, тут ведь нет сводки, как в Сан-Андреске. Я уж привык, если что-то там не успел прочитать, заходить в сводку. А здесь нету сводки. Так, а, ну вот, смотрите. «Спасите Бьянку». Бьянку Риару. Риарио. Риарио. Эту девочку зовут Бьянка? Прям как Бьянка Бартоломео. Нифига себе. Никогда этого не подмечал, но вот по факту, по факту. Ладно. Прервать воспроизведение. Да, и это можно сделать 100%, поэтому прерываем. И смотрим, что бы было бы, если бы мы пришли заранее. Так, а где? Ага. Окей, это миссия наверху где-то находится. Короче, и вот сейчас мы как раз-таки проверим, что будет, если заранее подбежать к этой Бьянке. Будет ли она там или нет. То есть, я думаю, бессмысленно еще также проверять второго ребенка, да? То есть, где он там находится. Типа, достаточно первого проверить. Если первого не будет, то, скорее всего, естественно, и второго не будет. И хоть это и рубрика эксперимента, хоть это и рубрика эксперимента, но в любом случае достаточно проверить хотя бы первого. Если первого не будет, то, как я уже и сказал, то и второго там наверняка тоже мы не обнаружим. Окей. Я, правда, не помню, где конкретно мы сейчас только что покидали город. То есть, мы где-то там забрались на какое-то здание, на какую-то вышку, перелезли. И типа, где это произошло, я что-то не понял. Давайте заберемся на эту форли. В любом случае, городок небольшой. На вот эту вот осадную важню заберемся. То есть, на крепость. И вот сейчас вот так вот побегаем и осмотримся. Вот там, по-моему, да? Ну, сейчас. Я четко... Я не помню, конечно, где конкретно, но... Местечко-то я примерно запомнил, как оно выглядит, да? То есть, там должны быть ворота. То есть, ворота должны быть. И поэтому, вот, по-моему, где-то здесь. Да-да-да. То есть, мы все-таки уже, по-моему, прибежали. Это оно? Здесь еще лестница должна быть. Оно? Нет. По-моему, да, вот лестница, по которой мы забирались. То есть, вот по этой лестнице мы забирались. Вот где сейчас воришка пробегает. Справа, да, вот тут вот. Короче, вот она лестница. Здесь вы видите. Вот она. Мы сейчас только что тут забирались. Вот так вот спрыгивали. Поэтому делаем все точь-в-точь, как только что. Точь-в-точь, как только что, ребят. Все осуществляем. То есть, мы идем по правильному маршруту. Все верно. Хоть я и на карте там никаких отметок не поставил. Да и даже если поставил, отменив задание, эта отметка бы пропала по-любому бы. Но, в любом случае, я запомнил. И, короче, вот этот домик. Смотрите, тут даже дополнительная миссия. Она до сих пор тут есть. Но во время основной миссии сюжетной она пропадала. Короче, вот этот домик, на который мы только что забирались. Тут еще был стражник. И вот тут вот было дитё. Вот это вот Биянка. Риво, как-то там. Рао Риво. Как-то так ее зовут. Как видите, сейчас ее здесь нету. До миссии, если прийти. Так что вот так вот. Вот мы и выяснили. Ребят, ее здесь реально не будет. Впрочем, еще нового. Впрочем, еще удивительного. Но, ребят, это нужно было видеть собственными глазами. Что-пу-ж наверняка, как говорится. Как говорится, что-пу-ж наверняка. Все-таки, это рубрика эксперимента. И именно таким вот глупостям она и посвящена. Проверки. Проверки самых различных вещей. И, к слову говоря, пока вот бежим. Я вот все. Вот уже, наверное, третий или четвертый раз мне в голову приходит эта мысль. Но я все никак ее не озвучиваю. Наконец-таки я все рассказал, все сказал. Все прокомментировал. Все, что надо было, да. И сейчас мы просто бежим до задания, чтобы начать его вновь. И все-таки наша задача сейчас будет просто 10 минут стоять и ждать. И, короче, что бы я хотел отметить, ребят, пока вот это делаем, пока бежим. Я бы хотел отметить, что там в сцене был как раз-таки какой-то чувак. Какой-то то ли священник, то ли что, который похитит яблоко. Да, вот те, кто проходили игру, те наверняка помнят этот момент, как Эдсо то ли отравили, то ли что. Нет, не отравили, его убили. И он начал терять сознание. И какой-то чувак стырил яблоко. Какой-то чувачок, какой-то то ли монах, то ли священник, хрен знает, кто это. Ну, короче, он стырил яблоко. И самое главное, я его уже второй раз видел в сцене. Второй раз, ребят. Я забыл, как зовут этого чувака. Тоже себя пророком, по-моему, изомнил. Сейчас посмотрим. Сейчас я скажу, ребят, как его зовут. Что-то я забыл. Савонаролла вроде, да? Ну, тут не видно, ребят. Я тут план так перенес, что тут даже не видно. Короче, этого парня вроде зовут Савонаролла. И, ребят, разработчики, я вот никогда этого не подмечал, вот сколько раз проходил игру. Только сейчас. В рубрике «Эксперименты» снимая по этой игре, по этой легендарной игре видео, я только сейчас это подметил, что в сценах этого Савонароллу разработчики, оказывается, там припрятали уже неоднократно. То есть во время сцены мы можем его на заднем плане наблюдать, как он просто стоит и смотрит. То есть вот, охренеть, это некие намеки от разработчиков. Ребят, нигде на Ютубе не видел, чтобы игроки подмечали это, да? Нигде не видел никаких роликов про этого Савонаролла, чтобы кто-то подмечал. И сам тоже я вот сколько уже играю, да? Типа, это уже десятое прохождение по счетам. Ну, то есть я говорил, что я в детстве играл, наверное, раз шестеро-девять. Во взрослой жизни еще сколько-то играл до хрена, да? И, соответственно, даже сейчас, получается, я там, не знаю, в какой раз уже прохожу эту игру. Ну, то есть вот-вот, и как бы сейчас, да, это, наверное, там, десятый или какой. И самое главное, что даже сейчас я, проходя эту игру, прохожу ее сразу в нескольких сессиях, по крайней мере, проходил. И как бы, учитывая вот это все, я уже ее неоднократно проходил. Уже все знаю, да? Досконально. Ну, может, не досконально, конечно же. Но абстрактно в любом случае я все помню. Абстрактно я в любом случае все помню. И, блин, вот этого Саванаролу в сценах я реально не видел. То есть разработчики уже не раз засунули его в сцену. В сцены, в сцены, ребят. Уже не раз они это сделали охренеть. То есть я там видел его в сцене. Он там типа на заднем плане такой просто стоит и смотрит. То есть вот такой некий намек от разработчиков. То есть понятное дело, что когда ты проходишь игру первый раз, для тебя это вообще просто, ты прохожий, ты даже не понимаешь, ты даже вообще не заостришься на нем. Ты его либо не заметишь, либо если заметишь, то даже не заостришься. Вот. Но я как человек, который уже не раз проходил игру, вот только сейчас его заметил и как бы даже заострился. Да, это же тот самый чел. Это же не просто какой-то там прохожий, да? Там монах какой-то типичный, обыкновенный. Ассасинский, среднестатистический, так сказать. Нет, это именно Саванарола там на заднем плане мелькает. Периодически. Что ж, ладно. Мы дошли наконец-таки до задания. Вновь-таки смотрим сцену. А, да, как раз та самая сцена. Давайте я вам сейчас его покажу. Вы наверняка уже видели, я там приближу его. Но по факту, давайте даже сейчас застримся на этом. Короче, вот эти братишки что-то нам городят, что-то орут, кричат, ведут переговоры, так сказать. Хардкорные, серьезные, да? Ну и, короче, пока что Саванарола не видать. Я звуки приглушу все равно, чтобы меня было лучше слышно. Мы же сцену уже в любом случае смотрели. Поэтому звуки приглушу. И вон он этот Саванарола! Вон он стоит и ходит. Стоит и ходит? Короче, вон он, охренеть можно. Вон он ходит, вон он встал. Вы посмотрите, это точно он. Это точно он, ребят. Смотрите, какие намеки от разработчиков, а? Охренеть можно. Какие сюжетные намеки от разработчиков. То есть человек, который первый раз проходит игру, разумеется, ничего не поймет. Но по факту этот Саванарола уже ходит и бдит, так скажем. Уже ходит и бдит. На все, что можно и на все, что нельзя, так скажем. Тюкс. Окей. Let's go. Эдсо отдал яблоко. И наша задача найти Бьянку. Это первый... Эээ... Ребенок. Которому нужно спасти. Спасено детей, ну или с двух. Это первый. Бьянка. Ее тоже зовут Бьянка? Да что ж такое-то. Разработчикам явно симпатизируют это имя. Бьянка. Потому что они его уже второй раз используют. Первый раз они делали так, чтобы игрок подумал, что Бьянка это, видимо, жена. Какая-то. Бартоломео. Но это оказался меч Бартоломео. Бартоломео. И вот второй раз они используют это имя, чтобы наименовать ребенка. Таким образом. Что ж, ладно. Можно, знаете, тогда что сделать? То есть мы уже убедились, что если до миссии прийти, то там ребенка не будет. Все. Мы в этом уже гарантированно убедились. Ребят, сто процентов. Соответственно, если бы мы пришли ко второму ребенку, то мы бы его там тоже не обнаружили. Разумеется, да? Если первого не было, то откуда там будет второй? Но, а вот на миссии они запросто могут быть, вот эти дети. Оба. То есть хоть у нас сейчас на карте только один отмечен. Я думаю, что ко второму, если подойти заранее, то он может быть. Ребят, он там реально может быть. По крайней мере, есть шансы, что мы его там обнаружим. Так что мы сейчас, наверное, так и поступим. То есть сначала подождем, когда будет десинхронизация. Ну, скорее всего она будет, я так говорю, да? Вот так уверенно, что сейчас подождем, когда будет десинхронизация. Соответственно, зачем ждать? Но, ребят, нет. Мы подождем не когда будет десинхронизация. Мы подождем, когда выйдет время, чтобы убедиться, что скорее всего будет десинхронизация. Но я не знаю, что будет. Как раз таки мы сейчас это и проверяем. Будет ли десинхронизация? Или разработчики что-то приготовили? Какую-нибудь интересную сцену с... Я не знаю Какую-нибудь интересную, секретную или же альтернативную сцену С убийством Вот этих вот Вот этих вот ребят Мелких кентов Поглядим, я не знаю что будет, но как раз таки мы это и проверяем То есть мы не ждем десинхронизации Мы просто как бы играем Просто ждем, когда выйдет время и проверяем что будет То есть вот, ну скорее всего будет десинхронизация Поэтому я так и говорю, что вот как бы наперед Что скорее всего будет десинхронизация, поэтому мы ее и ждем Но, на самом деле, имейте в виду, мы ждем не десинхронизации, а просто что-нибудь интересное. Подождем сейчас, вот, собственно, когда выйдет время. А уже потом, ребят, потом мы уже попробуем в таком случае. Как бы пройти немножечко миссию, прервать ее, начать заново. Блин, только сцену придется, наверное, заново смотреть, да? И, короче, запомним, где находится второй ребенок. Чтобы, начав миссию заново, сразу бежать не к первому, а ко второму. Хотя, может быть, не знаю, вот как раз пока вот время, да, у нас тут 7 минут. Можно даже, наверное, вокруг Форли-то и побегать. В поисках второго ребенка. Может быть, мы его сейчас найдем. Я же все равно примерно помню, как выглядит эта вышка. Так, ну главное сейчас хотя бы коня найти, на котором мы будем оббегать вокруг Форли. Хотя бы какого-нибудь коня по пути найти. Потому что что-то я тут не вижу коней, и пешочком мне не особо хочется бежать. Но, ладно, ничего, если, как бы ничего, если что, если коня не найдем, то пробежим я пешочком. В таком случае, ладно. Так уж и быть. Короче, давайте попробуем найти ту вышку. Я примерно, конечно, помню, как она выглядит. Но мне вообще кажется, что мы изначально не в ту сторону побежали. Но так уж и быть, даже если не в ту. Если время позволит, просто бежим вокруг Форли. В поисках второго... Второго дитя, так скажем. В поисках второго дитя. Мы уже пока что второй сундучок, правда, нашли, а не второго дитя. Не второй дитя, но... Нам они не нужны особо, эти сундучки. Так, а вот и конь. Смотрите, мы нашли коня. Отлично. Это то, что нам не надо. Садимся и вперед. На поиски второго дитя. Дитя, ты куда делась? Куда они припрятали тебя? Куда они делили ребенка? Надо срочно найти. У нас пять минут, ребят, на все, про все. Так, это что такое? Это там уже город даже можно покинуть. Ребята, блин, это как-то получилось. Ни хрена. Что, у тебя все в порядке? Вы целы? Ух, блин, мы ее напугали. Ладно, понеслись. Понеслись на поиски ребенка. Где же он может быть? Так, ну там точно нет, хотя... Скорее всего нет. Ну, ну не знаю. Ладно, бежим. И бежим. Это вход в город. Там у нас какие-то... Там у нас я даже не знаю что. А, или стоп. Нет. Вон он, скорее всего. Вон там будет второй ребенок-то, получается. Рубенок-то у нас здесь будет второй. Так, понеслись с дороги, с дороги, с дороги. Мы идем на помощь. Рубить оночку. Где он там? Да-да-да, вот здесь вот он будет. Смотрите, даже стража заспаунилась. Но запретной зоны пока что нет. Но нас разыскивают. Точно, здесь пока что не появилась запретная зона, но в любом случае нас разыскивают. По сути. Вот она, стража, и второй ребенок должен быть там. Ребят, гарантированно. Тут эта башня всего одна единственная. Да-да-да, гарантированно он должен быть там, поэтому давайте мы сейчас залезем туда. Как раз от того, что нас даже спалят, в принципе, миссия не проваливается. Тут запретной зоны никакой нету. То есть мы можем действовать уверенно. Уверенно карабка с наверх. Так, чуваки. Староги. Староги, блин. Не мешайте. Не мешайтесь под ногами. Блин, блинский. Капец. Капецкий. Давайте уже нормально запаркурим. И все, вперед. И блин, надеюсь, вот это перо он не подберет. Уже капец. Ладно, придется их мочить. Давай, вставай, и полетел. Полетел. Первый. И второй. По-быстрому полетел. Не мешайтесь под ногами. Челы. Так, карабкаемся. Надеюсь, перышко он не подберет. Он его подобрал. Охренеть можно. А, кстати, а как закарабкаться на это здание, не подбирая перьев? Вот и получается, что в любом случае, пройдя игру, всю игру, да, не получится так, что как бы мы не соберем ни одного перышка. То есть одно, да, нам все равно придется собрать. Одно, да, нам все равно придется собрать. Я и так уже там одно, по-моему, случайно собрал. А вот сейчас еще и второе. Ну, что ж такое-то. Короче, как видите, детей здесь нету. Мы забрались на вышку. И их не видать. Второго ребенка-то. Он должен быть здесь гарантированно. Прямо вот на этой вышке. Смотрите. А здесь? Никого. Вот такие дела, друзья. Обман. Ну, не то, чтобы обман. То есть, а где он, этот ребенок-то? Почему он появится только после того, как мы первого спасем? Это нелогично. Это реально нелогично. Типа, вообще, почему они появляются только на миссии? Они должны быть здесь заранее. А, ну, хотя, знаете, может быть, мы не на ту вышку забрались. Вон там вот просто еще какая-то вышка есть. Но, скорее всего, на ту. То есть, я допускаю, что да, может быть и не на ту, конечно. Но, то есть, либо вот эта должна быть вышка, либо... Вон там вот еще у порта какая-то вышка. То есть, там порт, видите, корабль вдалеке. Корабль, порт, соответственно, и вот сзади порта вышка. То есть, может быть, на ней. Не на этой, а вот на ней, на той, получается. То есть, может быть, не на этой все-таки, а на той. Но, блин, ну не знаю. По-моему, я не ошибся. Все-таки. Ладно, у нас еще есть две минуты, чтобы добежать. Нет у нас двух минут, ясно понятно. Блин, надеюсь, таймер не восстановят, но его восстановят. Скорее всего. Ребята, вот это мы облажались. Конкретно так облажались. Ух же, капец, десять минут. Мы только до конца практически дождались. Это ж надо было так облажаться. Наразе, это просто капец. Это лютый факт. Лютый факт. Я нет слов, чтобы описать, насколько это факт. Насколько это биг факт. Ну, ладно. Ладно, ребят, так уж и быть. Тогда не будем ждать, когда десять минут пройдет. То есть, я думаю, что будет типичная дезинхронизация. Вот серьезно. Типичная дезинхронизация. То есть, ничего особо удивительного, ничего особо нового. Навряд ли нас что-то ждет. Ну, блин, ну, все-таки... Блин, мне охота все равно подождать. Ладно. Посмотрим, ребят. Вот посмотрим. Если я сейчас доберусь сначала до первой вышки, а потом до второй. И все-таки время пройдет, то, может быть, тогда и... Вы поняли. То есть, тогда, может быть, мы будем снова ждать десять минут. Ну, не знаю. Во сколько минут этот эксперимент уже получается? То есть, если мы реально будем еще второй раз сейчас ждать десять минут, то он получится на минут, наверное, тридцать-сорок. Это слишком много, друзья. Это чересчур как много. Вон, я вдалеке там вижу одну вышечку. Может быть, на ней-то мы сейчас и были как раз. И от нее как раз можно подбежать ко второй вышке. Я так понимаю, что там всего две вышки. Всего две вышки. И на какой-то... И на одной из них будет второй... Второе дитё. Так. Да, вон там у нас вышка с портом. А вот мы были только что на этой вышке. Все, я понял. Четко уже разобрался. Тут всего две вышки. Тут и я и думаю. Короче, вот она первая вышка, да? Мы на ней только что были. И, скорее всего, там-то и будет, ребёнок. Вот здесь. Он будет здесь. Скорее всего. Но, на всякий случай, давайте ещё подбежим к той вышке у порта. Там тоже есть какая-то вышка. Просто так заодно проверить, мало ли. Всякое может быть. Может быть, он там. Второй ребёнок. Что ещё делать? Нам 7 минут надо ждать. Поэтому вперёд. К второй вышке. Первую мы уже осмотрели. Второй раз придётся ждать. Пока что давайте заберёмся вот на ту вышку. Может быть, там ребёнок, откуда... Откуда, ребят, мы знаем. Но, скорее всего, не там. Вот реально. Я вот даже вот просто по воспоминаниям... Узнаю ту вышку и понимаю, что вот здесь, вот конкретно здесь, его не будет. Ребёнка, то есть. То есть, он реально был на той вышке. Будет, точнее. Был, в смысле, когда я проходил игру нормально. Не экспериментирую. Он был на той вышке. И, соответственно, здесь точно никого не будет. Если там-то не было, то тут точно. Но сейчас проверим. Всё равно ещё 6 минут ждать. Очень надеюсь, что спустя 6 минут не будет. Опять же, типикал десинхронизация. Типикал. Очень надеюсь, что после 6 минут будет сцена. Но её, скорее всего, не будет. Ребят, ну вот мы, как бы, это и проверим, будет или не будет. Чего-то дать. Сейчас вот на это и выясним. Так. Кстати, как вам мой наряд? Как видите, я наделся тематически в очередной раз. Я, кстати, да, я ведь этого не подметил. Я ведь в очередной раз тематически наделся. Понятное дело, что обычно надо подмечать такие вещи в самом начале, когда я только начинаю экспериментировать. А не в середине ролика, причём 40-минутного ролика. Скорее всего, он будет на 40 минут. Да, понятное дело. Но, ребят, раз уж нам выдалась минутка, вернее, целых 5, целых лишних 5 минут, почему бы не подметить, я так этого и не сделал. Типа, я наделся в этот раз тематически, как видите. Очень даже тематически. Типа, в Романе Форле у нас тут как раз-таки стража ходит в зелёной одежде. То есть, во Флоренце она ходит в красной одежде. В Венеции в синей. В Ментери Джоне вообще нет стражи, по-моему. Там вообще нет стражи. А в Романе Форле она ходит в зелёной одежде. Тут такие тусклые тона в этом городе. Весь город такой, типа, тускловатый какой-то. И, соответственно, я тоже надел такую, типа, тёмно-зелёную кофточку. Как вам? Ребят, как вам? За это лайк, сто процентов. Прямо сейчас поставьте заранее. И можете подписаться на мой инсту, на мой основной канал, если не подписаны. Нажать на колокольчик, как здесь, так и там. Добавить меня в друзья в ВКонтакте, в Стиме и так далее и тому подобное. Я обычно это говорю на основном канале. Потому что там, в основном, вся массовка. Вся аудитория основная. То есть, как бы на втором канале. То есть, понимаете, просто смотрите, как получается. То есть, если человек подписан на основной канал, То он, скорее всего, не будет подписан на второй канал. Но если человек подписан на второй канал, То он, скорее всего, и на основной канал тоже подписан. Соответственно, он смотрит оба канала. Типа, на основном канале больше просмотров. И, соответственно, вот я и говорю. Там про подписки только лишь на основном. На втором канале я обычно про это всё не говорю, потому что... Потому что, если человек подписан на второй канал, То он, скорее всего, и на основной, в том числе, подписан. И, соответственно, он уже неоднократно это слышал. Про подписки там на инсту, и во ВКонтакте, и в Стиме, и на всём на свете. Он уже не так раз это все слышал Вот, аудитории на втором канале Очень мало, она одна и та же То есть она там, если ей прирастает То очень медленно То есть в основном меня смотрят одни и те же На втором канале И да, раз уж на том Как бы зашла речь О том зашла речь, да, раз уж об этом зашла речь Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях Спуститесь и напишите в комментариях Подписаны ли вы на мой основной канал То есть это будет кодовое слово Напишите, подписан на оба Либо вы напишите подписан только на второй Мало ли такие будут Но скорее всего все напишут подписан на оба Это будет кодовое слово То есть либо кодовое слово подписан на оба Либо кодовое слово подписан только на второй А может быть, я не знаю, каким-то чудом Вы подписаны только на основной А не на второй И здесь вот каким-то чудом оказались Ведь это видео вы увидите на втором канале, а не на основном Так что вот Ребенка здесь нету Как видите, кстати, эта кофта немножечко жмет А жмет в каком плане? То есть вот здесь вот прям ушей прям капец, вы сами видите, да, то есть вплотную, прям вплотную, можно, конечно, расстегнуть пуговицы, но это будет не особо классно смотреться, типа это будет смотреться слишком зверски, слишком, слишком зверски и слишком пафосно. То есть уж лучше пускай будет вот так вот аккуратненько прям мальчик с пальчик, прям пионер с иголочки, мне так больше нравится, чем когда вот так вот расстегиваешь, а это смотрится слишком зверски и брутально, чересчур, мне так не особо нравится. Мне вот так вот нравится больше, поэтому я так и делаю, и погнали, наверное, пока что, я не знаю, осталась минута, погнали пока что подойдем поближе к ребенку. Кстати, смотрите, у нас максимальный уровень розыска, который даже не снизить, то есть на карте нет никаких плакатов, потому что мы на миссии, и соответственно у нас должен быть максимальный уровень розыска на этой миссии. Ну, правда, я там видел стражу прошла, видимо, стража Форли на нас не агрится, на нас агрятся только красные стражники, так что вот. Ладно, подбираем коня, и понеслись. Вот-вот будет сцена. То есть они же обещали, что если к полуночи или когда-то мне будет денег, то не перережут голодки этим ребенком. Вот мы и проверим, будет ли сцена с перерезанием глодок. Я ведь прав, это так, да? Так. Заранее спасем ее детей, просто придя в те места, в которых они должны быть. Ну, а после этого посмотрим, что будет, если их не спасать за 10 минут, которая для этого отводится. По идее, они обещали перерезать им глодки. Время и стекло. Никаких сцен с перерезанием глодок не было. И все, что было, это просто десинхронизация с надписью «Время и стекло». После которой время восстанавливается заново. Я так и сдал! Ничего нового, ничего удивительного. Но зато, ребят, мы теперь это четко выяснили. И четко знаем, что это так. Четко знаем. Четко. Окей. В таком случае, давайте я все-таки допройду эту миссию. Может быть, я, конечно, при монтаже очень много чего обрежу. Там лишнего, да, чтобы ролик уж не был слишком долгим. Там очень много чего обрежу. Там, где я просто разговаривал на какие-то, может быть, даже не особо интересные темы. Очень сильно все обрежу. Но хрен знает. В общем, давайте сейчас в таком случае напоследок все-таки пройдем миссию так, как от нас и требуют. Чтобы увидеть заключительные сцены. И чтобы перейти к следующей миссии, на которой мы будем экспериментировать. Так. Ура. Ура, 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 ребят. Вот, наконец-таки я подбежал к первому робятяночку. Вся стража, она позади, уже нас потеряла. Впереди новое подкрепление стража. Оп. И цель найден. Контрольная точка. Достигнут. Смотрите, я уже достиг контрольной точки. То есть я ее еще даже не освободил, но уже достиг контрольной точки. И, соответственно, если умрут, то я, скорее всего, появлюсь здесь, да? Скорее всего, да, я появлюсь тут. Ам... Да, блин, почему не блочит-то контратака там или как? Давай, 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 заблочим. Оп, заблочил. И второй. Короче, скорее всего, если я сейчас умру, то появлюсь уже у контроля точки, то есть здесь, и вполне возможно, как раз-таки только сейчас, после этого, после вот этой контрольной точки появился второй рубиденочек. Ну, я не в курсах. Я, ребят, не знаю, давайте пока что все равно освобождать от этого. То есть мы уже ничего не экспериментируем, мы просто проходим. Спасибо, спасибо, мисс Эр, но мой брат Эктавиан, они держат его на маяке! Куда она побежит? Смотрите, она просто исчезла, да? Да, она просто исчезла, я так и знал. Она, ребят, просто взяла и исчезла. То есть она не могла никуда там так быстро убежать, она убежала как бы за угол, чтобы ее не было видно, и разработчики ее, короче, испарили, так скажем. Так, а вот и вторая крепость, смотрите, ребенок находится там. Видите, я говорю, вот там вот, мы как бы только что были слева, вот в той крепости у порта. А первый раз мы как раз-таки сюда-то и переходили, и тут не было никаких детей. Эй, неужели они появились? Разработчики, что за приколы? И я как игрок, который не раз проходил игру, запомнил все места, пришел, а ребенка не оказалось. Типа да, почему бы разработчикам вообще бы так бы и не сделать? Типа сразу бы на карте поставили две отметки, чтобы у игрока вообще был в некоторой степени выбор. Типа хочешь спасать сначала одного, потом второго, хочешь сначала второго, потом первого, как бы... Зачем делать так, что сначала один заспавнился, а второго нет? Ты спасаешь первого, и только после этого появляется вторая. То есть можно было бы сразу дверь заспавнить, но... Юбя софта, я не знаю, что они там промышляют, замышляют и так далее. Что у них было в головах, когда они создавали эту миссию. И не мне их осуждать, не мне их судить. Не то, чтобы осуждать, критиковать, а просто судить. В общем, просто проходим. Я надеюсь, нас сейчас никто не скинет, и очень надеюсь на то, что... Этсу зацепится, 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 зацепляйся, чувак, давай, давай, нет! Только где-то... Они нас сейчас камнями убьют, я в шоке. Я реально охерел. Нет! Только нет. Это... Черт, потеряй, быстрее, 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 забираемся, забираемся, забираемся. Пока нас не скинули. Нет! Нет! Ребят, ну неужели мне придется их всех убивать? Ну их тут столько, что я не хочу этого делать. У меня есть одна гениальная идея, давайте тогда просто попробуем зацепиться. И вот посюда залезать уже будем. То есть просто сейчас вот так вот перелезем. Может быть даже вообще сразу отсюда можно запрыгнуть. Хотя нет, я так и думал. Ну и короче, вот так вот сделаем. Вот-вот-вот так вот. Типа. Видите, они нас сейчас даже потеряют, и как минимум докинуть не смогут. Камень свой. Давай. Нет! Докинул кто-то, прикиньте. Кто-то один докинул. Я реально охерел. Все, ребят, отлично. Я уже вижу, что у нас получилось, да. Мы практически забрались. Может быть, кстати, на протяжении всего этого времени какой-нибудь ребенок что-нибудь кричит. На протяжении всей миссии, может быть, они там даже кричали. Что-нибудь типа, помоги, мама, помоги. Но я не знаю. Я сейчас играю без звуков, и даже ту сцену со спасением ребенка я пропустил. Опа! Смотрите, этого ребенка сам, собственно, персоны, вот этот братик охраняет, да? Один из братиков его охраняет, этого ребенка. Ну и дела. Охренеть. Ну ладно, что нам его убить придется. Можно было бы, конечно, проверять, что будет, если его не убивать, но... Это не суть сегодняшнего эксперимента, тем более эксперимент и так затягивается. Катерина сглупила, отправив тебя сюда. А может, это ты глупец, раз готов умереть? За пару монет. Оно того стоило. Благодаря мне господин получит то, что хотел. Господин. Тогда умри. Гордость тебе не поможет. Покойся с миром. Так, и сцена с ребенком. Спасибо, сеньор! Пожалуйста. Оттавиона Риорио. У них фамилии одинаковые, но имена разные. И что это за фамилия такая, Риорио? Это же дети Екатерины Сфордс. У нее тоже фамилия Риорио? Или как-то так? Раурио, что-то такое. Так, секунду, я в план загляну. Понятно. Музыка. Слышите? Это же легендарная музычка с детства. Из игры Assassin's Creed 2. Что ж. Ну и на этом. Пожалуй, мы закончим. Всем пока.